Спирулина – это цианобактерия или сине-зеленая водоросль, которая живет в пресных водоемах. Давайте узнаем, какова концентрация полезных веществ в этом продукте и почему спирулина стала так популярна и получила широкое распространение уже не только среди вегетарианцев и веганов, но и всех людей, желающих вести здоровый образ жизни. Спирулина почти на 70% состоит из белка. Теперь понятно, почему она незаменима для тех, кто отказался от животной пищи. При таком высоком содержании белка водоросль отличается низкой калорийностью, что можно эффективно использовать в программах похудения. При попадании в желудок она обволакивает его стенки, что способствует подавлению чувства голода. Также это растение занимает лидирующие позиции среди натуральных продуктов по содержанию витаминов групп А и В, С и Е, а еще аминокислот, хлорофилла, магния, железа, цинка и фосфора. Вы только представьте себе, всего 10 граммов спирулины, содержит бета-каротина в таком же количестве, как 10 килограммов сушеной моркови. Только в одной столовой ложке этого полезного порошка содержится в 30 раз больше суточной нормы витамина В12. Давайте проведем более подробный разбор состава спирулины, ведь комплекс ее уникальных свойств кроется в отдельных биологически активных веществах. Аргинин осуществляет детоксикацию крови и усиливает насыщение ткани организма кислородом и азотом. Глутаминовая кислота повышает когнитивные способности головного мозга, повышает кровообращение мозговых клеток. Гамма-линоленовая кислота редко встречается в природе. Она является компонентом грудного молока и также содержится в спирулине. Воздействие этой кислоты на организм является мерой по профилактике и лечению артритов. Она выводит токсины из кожных покровов, оздоравливая и улучшая внешний вид кожи и клеточный метаболизм. За счет содержания в составе спирулины тирозина ее можно назвать самым настоящим эликсиром молодости. Тирозин – аминокислота, обладающая выраженным антивозрастным действием. По некоторым данным она даже способна предотвратить появление седины. Тиамин в составе водорослей позитивно воздействует на нервную систему, укрепляя и успокаивая ее. Также он помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, отдышке и аритмии. Активное вещество инозитол имеет разностороннее воздействие. Он благотворно влияет на работу печени, выводя из организма канцерогены – провокаторы онкологических заболеваний. Инозитол способен нормализовать уровень холестерина в крови, а также избавить от излишка женских половых гормонов. Также спирулина содержит цистин, важный для эффективной работы поджелудочной железы. Высокое содержание фолиевой кислоты принимает участие в выработке гемоглобина. Теперь отметим, пожалуй, одну из самых важных и уникальных особенностей спирулины – наличие в составе фикацианина. Среди растительных источников он встречается только в спирулине и является единственным известным веществом, которое способно остановить рост раковых клеток. По содержанию в составе аминокислот спирулина занимает первое место среди растительных белков. Употребление ее в пищу помогает поддерживать красоту и здоровье волос и кожи, ведь минералы и аминокислоты в ее составе представлены магнием, кальцием, йодом, цинком, хромом, калием, селеном. Добавление в рацион этой водоросли способно решить проблему йододефицита. Витамины в спирулине также широко представлены и способны восполнять их дефицит в организме. Кстати, все полезные составляющие спирулины легко усваиваются организмом практически полностью. Эта синезеленая водоросль – популярный инструмент природного детокса, который задействует необходимые ферменты и пробиотики, активирующие иммунную систему, улучшающие активность пищеварительных органов и очищающие кишечник. Употребление спирулины поможет справиться с аллергией. По мнению специалистов в области отоларингологии, прием этой суперводоросли способен заметно улучшить состояние людей, страдающих сезонными проявлениями аллергии. Это аллергия на пыльцу, тополинный пух, цветение березы. Исследования показали, что употребление спирулины в течение шести недель повысило иммунитет у пожилых людей, принимавших участие в эксперименте. Это подтвердилось лабораторным анализом крови, который показал существенный рост белых кровяных телец. Это означает, что прием водоросли способен замедлять возрастное снижение иммунитета. Также она понижает артериальное давление и улучшает липидный обмен, что является профилактикой атеросклероза.